Приветствую зрителей и подписчиков канала V-Online. На нашем канале представлены практически все самые интересные и примечательные бренды. Некоторые бренды представлены реже, ввиду того, что они в маске встречаются реже. И как уже спереди подметить в этом сервисе, информации про велосипеды Arbea днем с огнем не сыщешь. Будем работать над этим вопросом и показывать вам Arbea. Встречайте, пожалуйста, кантрийной версии Arbea. С примечательной наклеечкой Амазонки. Велосипед используется девушкой из клуба Амазонки. Ростовочка S. Маленький такой, легкий, кантрийный, женский, двухподвесный велосипедик для души. Для регулярных тренировок и соревнований. Потеки на раме и пыль показывают, что велосипед не для фотосессий был собран. И обо всем в порядке. Технические подробности про велосипед. Arbea OIS. Мы этот велосипед собирали несколько лет назад. По-моему, году в 2016 он уже реализовывался на 27-х колесах. Это карбоновый велосипед. И, насколько я понимаю, велосипеды Arbea, это испанская компания, собирается на производстве Merida. С использованием технологии завода Merida. Там, где производятся велосипеды Specialized. И если вы говорите о том, что Merida и Specialized разделены по разным сегментам, то и Arbea с Merida тоже разделены по разным сегментам. То есть, Pesh это штатовский бренд, Arbea это европейский, испанский бренд. Для тех ребят, которые знают толк о велосипедах. И Arbea по RRC практически ничем спешу не уступает. Это дорогой, хороший, достойный велосипед. Но, естественно, лайтовый со всех сторон. Конкретно эта карбоновая Merida обладает задней подвеской стиля Softail. То есть, у нее нет сзади шарниров. И карбоновые перья в этой раме работают на изгиб. В раме всего лишь два шарнира. Один внизу рядом с кареткой. Второй в районе коромысла, через который происходит передача нагрузки в амортизатор. Помню, была такая примечательная история с этим амортизатором, господа. Был собран велосипед, рама была новая, достали новую раму, построили новый велосипед. И, естественно, на велосипеде нужно немножечко покататься перед первым обслуживанием демпферных систем, амортизаторы и вилки. Девушка была легкая, поехала кататься. Говорит, какая-то странная настройка амортизатора. Накачиваю 150, амортизатор прожимается. Накачиваю 200, амортизатор прожимается. Ничего не происходит. Сколько ни качай, одно и то же. Мы подумали, что мог бы быть стэкдаун, конечно, но он не происходил. Этот амортизатор находился в нулевом положении. Мы его спустили, разобрали и не обнаружили внутри сегмента основного большого крупного оринга воздушного поршня. Сегмент 20-ти градусного, его просто не было. То есть, не было куска резинки. Более, кто собирал этот амортизатор, я вообще не понимаю. То есть, люди такие, положили, что кусок говна какой-то, собрали, все, ништяк, арбее. Вот такие вот чудеса, я добавлю от компании Fox. То есть, мы перебрали Fox таких амортизаторов, я не знаю, уже тысячи. И только один раз видел, что в Аморте Fox был такой вот интересный ляп. Но, возвращаясь обратно к фокусу Каморту, нужно помнить, что здесь амортизатор стоит с монеткой блокировки. Такая штука не на всех ляпках присутствует. И здесь довольно-таки приятная такая фича есть. Что еще? Вилка Fox Evolution на 32-х ногах, под 15-ю ось. Далее, колесики реализованы на втулках HOP. В громких, наших любимых HOP-ах. И обычные сеты XT монетки, XT тормоза, SLX штуны. Вот такой вот комплект собран и приносит удовольствие своему владельцу. Сейчас он приехал к нам на обслуживание, на переборку, смену масел, прокачку тормозов, перемену колодок. Что хотел бы заметить, господа, обращайте внимание на качественные, хорошие велосипеды, которые мы вам регулярно показаны. И Arbea входит в число тех брендов, которые я могу рекомендовать, где применяются достойные технологии, достойная геометрия. И они, в принципе, просто банально красивые, реально крутые велосипеды. До скорых встреч!